Привет, Виталик. Привет, Андрей. Привет, привет, привет. Ой, как я рад вас видеть. Прямо вот как живые почти, честное слово. Да, а зрителей-то мы как рады видеть. В распределенной среде. Ой, ну да, ну зрители это вообще, вот посмотрите, вот вы прекрасны, просто слов нет, безусловно. Да, давайте проведем опрос у зрителей. Так, слушайте, ну что, кто на удаленке, кто на удаленке? Ну-ка, 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 лес рук, лес рук. Андрей, ты, может быть, тоже на удаленке. А ты еще куда-то смотришь в бок, а ты на нас даже не хочешь посмотреть, да? Вы где? Мы тут, мы тут. Мы тут. Окей, окей. На самом деле, вот это вот все важные такие навыки, да, там, как себя ввести, когда ты подключаешься онлайн. У меня даже появился такой вариант онлайн-этикета. Если ты в головном уборе на камеру, да, то, возможно, ты без штанов. Ну, то есть, лучше не просить тебя встать, вот, потому что, ну, мы все находимся дома, и разное бывает. Вот. Мне вот интересно, на самом деле, потому что, если мы смотрим на то, как вот мы работаем на удаленке, да, мы, как бы, с какой-то степени привыкли к тому, что вот мы можем делать, как бы, в какой-то степени то, что мы хотим, можем одеваться, как мы хотим, и так далее. Но я думаю, что у нас есть очень много таких мифов о том, что удаленка, это, может быть, не всегда хорошо, или что нам не хватает людей, что наша продуктивность падает, что мы не можем найти себя, что у нас очень много отличений, и так далее. Вот. И я думаю, что вот то, как мы себе обычно представляем удаленку, на самом деле, У каждого у нас свой опыт, это зависит от того, если у нас дети, например, если у нас собаки, которых надо выгуливать и так далее, и другие обязанности. Но в целом мне просто интересно было посмотреть, например, в этом году, как изменился наш мир. Не только со стороны, конечно, очевидной, а именно со стороны, как изменился наш мир, мир, в котором мы обычно живем. И не важно, как бы это разработчики-дизайнеры, DevOps, маркетинг, да все что угодно. Как мы работаем вместе и как мы будем работать в следующем году, например. И поэтому, когда я смотрю на то, как мы себя обычно представляем, что мы сидим в тапочках, и только здесь рубашечка, а там вообще, может, почти ничего нет. Я думаю, что на самом деле это, конечно, не важно. Но с другой стороны, это важно, потому что нам нужно чувствовать себя, как будто мы на работе, когда мы работаем. Частично об этом я сегодня как раз таки расскажу. Уже начались какие-то кусочки доклада, я хочу обратиться к нашей аудитории. Вы определенно тоже на удаленке, по крайней мере, на этой конференции, даже если вы сейчас сидите в офисе. Подключайтесь к чатику в Телеграме, и все вот эти вот животрепещущие темы мы сможем обсудить. Вы можете задавать вопросы, вы можете, соответственно, отвечать Виталию по ходу. После доклада или как будет возможность, мы, соответственно, доведем информацию и обсудим, ответим на ваши вопросы. Все, что не успеем сделать в эфире, обсудим в дискуссионной зоне. Отлично. Так, Виталий, у тебя, небось, еще и слайды есть. Есть, у меня 246 штук, на самом деле. Так что я, ребята, всегда готов. Ну что ж, ребята, здравствуйте. Прежде всего, к сожалению, конечно, не вживую, но онлайн. Замечательный год получился, правда? Вот если посмотреть, вот вспомните, вспомните, помните, как в декабре прошлого года, да? Вот сидим мы так на Рождество или на Новый год, да? Думаем, вот что мы будем делать в следующем году? Вот поедем туда, вот будем сделать тут, да? Или вот закрутим вот эту тему, или что-нибудь вот это тут начнем. А теперь пришел 2020 год, немножко наши планы поменялись. Они очень сильно поменялись для меня в том числе. Я попытался, действительно, как бы задуматься и посмотреть, а что этот год вообще, как бы, значит? Вот для нас, как разработчиков, для дизайнеров, для DevOps, неважно для чего, да? И что он значит для нас в будущем, не только вот сейчас, потому что это, как бы, очень особенный год, а в будущем. Я пытался поговорить с компаниями, посмотреть, что для них работает в remote, что для них не работает. Но этот доклад, опять-таки, не про такие вещи, которые, может быть, вы видели уже тысячу раз, если вы пытались поделить, как бы, как работать лучше дома. Типа, я не знаю, закрывайте, закрывайте от детей, да, найдите свое место, гуляйте по вечерам, вот эти все дела. Нет, я хочу посмотреть на такие более глубокие процессы, что именно это все значит, и как мы можем вместе работать продуктивно. Какие тулзы мы можем использовать, чтобы работать продуктивнее и просто не терять время. Я попытался собрать вот эти все вещи вот в этом докладе. Я думаю, что для некоторых из вас он будет немножко лайтовым, да, таким слишком, ну, боже мой, remote work, да? Но если у вас есть какие-нибудь более глубокие вопросы, удовольствием отвечу на них тоже. Но давайте начнем разбираться и все по полочкам раскладывать. Мир, в котором мы живем, очень особенный сейчас. Вопрос, что вам изменится ли он в будущем, и как нам работать лучше в будущем. Поэтому давайте посмотрим сначала на процессы, которые, как бы, у нас есть, может быть, на мифы вокруг этих процессов, чтобы понять, что нам с ними, собственно, делать. Вот. Самая типичная вещь, с которой я встречаюсь, работая с компаниями, например, как Европейский парламент или разные страховки, знаете, вот мы думаем иногда React, да, Vue, вот эти все прекрасные, этот мир замечательный, в котором мы живем, да. А на самом деле, когда я работаю с такого рода компаниями, чаще всего им бы хотя бы перейти на новую версию jQuery, да, а вы там про какой-то React или про какой-то Vue. И процессы очень жестокие, и процессы очень медленные, и люди очень часто не общаются друг с другом, и там никаким agile даже и не пахнет. Но вот для того, чтобы прийти к такому более flexible environment, особенно, как бы, во времена remote, и очень многие такого рода компании никогда не могли себе вообще представить, что remote теоретически возможен для них, да, они поняли, что это, как бы, может работать. Но проблема, которая, как бы, вот лежит в ядре таких организаций, и в целом, может быть, и вашей организации тоже, потому что это очень типичная проблема, это то, что, как процесс, как бы, понятие или представление о процессе обычно очень прямолинейное. Неважно, вы дизайнер, неважно, вы разработчик, неважно, вы выбираете фреймворк, неважно, вы выбираете дизайн-систему и так далее, да. У вас есть где-то начальный point, start, да. И мы начинаем двигаться, и очень часто такое представление, что этот процесс будет креативный, неважно, какой именно этот процесс, линейный и прямолинейный, и где в конечном счете спустя вот кучу-кучу-кучу путей мы придем к конечному результату, да. Но вот в моих проектах, я думаю, в ваших проектах тоже, ситуация выглядит немножко иначе, потому что чаще всего мы не можем просто брать и делать все, что мы хотим, да. Нам приходится думать о том, какие у нас есть constraints и так называемые boundaries. У нас есть ограничения, эти ограничения не обязательно в контексте времени, да, обычно это, прежде всего, deadline или ресурсов финансово, да. Это может быть и команда, это может быть экспертиза в команде, это может быть legacy, это может быть история компании, да, это может быть management компании, это может быть наши коллеги, которые, может быть, не совсем хорошо как бы интегрированы в организации, в структуру организации. У нас всегда есть такие boundaries, которые определяют нашу работу, да. И remote как бы стал одной из дополнительных boundaries вот в этом году. Для меня же креативный процесс, опять-таки, неважно какой это процесс, да, дизайн, разработка, поддержка, неважно что, это всегда процесс более сложный. Он выглядит примерно так. Где мы, да, действительно начинаем где-то, но когда мы начинаем, собственно, какой-то процесс, неважно что это, да, опять-таки, допустим, выбор фреймворка, например, да, мы рассматриваем кучу разных опций. Первым делом мы уходим, рассматриваем кучу разных опций. Некоторые из них не будут работать точно, да, то есть вообще без шансов. С другой же стороны, некоторые из них будут работать, да, то есть мы так двигаемся, вот это не сработало, опаньки, надо вернуться и идти дальше. Это не сработало, опа, надо идти дальше, да. И мы тогда идем дальше и замечаем, что тут такое же оцветление. Какое-то решение, которое мы приняли, опаньки, не сработало, возвращаемся дальше, идем вперед. И поэтому проблема одна из таких boundaries, да, это то, что нам нужно постоянно возвращаться назад и идти вперед. И очень часто это даже выглядит так, как два шага вперед, один шаг назад. Два шага вперед, один шаг назад. И на это нужно время, да. На это нужно сконцентрированное время, когда мы принимаем правильные решения, чтобы прийти к правильному исходу. Для того, чтобы прийти к правильному исходу, мы обычно полагаемся не только на себя и на других людей вокруг нас, да. И это значит коммуникация. И опять так, ребят, не думайте, что я сейчас начну вам сказать, как правильно разговаривать друг с другом и все дела. Нет, мы способны на это более глобально. Коммуникация – это штука сложная. А почему она, собственно, сложная? Ну, запустили Slack-канал. Ну, запустили какой-нибудь Notion или какой-нибудь, не знаю, Jira board, да неважно что. Обсуждаем, готово. И все будут понимать, что происходит. Проблема в том, что когда у нас много людей в команде, да, и это причина, почему большие корпорации обычно имеют большущие проблемы с коммуникацией. Просто потому, что очень много линий коммуникации. Если у вас маленькая команда, допустим, там, 5 человек, да, есть всего 10 линий коммуникации, и, в принципе, все должны знать довольно быстро, что происходит, и все как-то связаны друг с другом. Если у вас 11 человек или, там, скажем, больше 9, то это становится сложнее. Представьте, если у вас 20 человек, это появляется большущая проблема, потому что люди в одном департменте не знают, что делают люди в другом департменте. И это, на самом деле, не такая тривиальная проблема. Это, наверное, как бы ядро всех проблем, которые у нас есть. Мы столько времени тратим, обеседуя о правильном фреймворке и правильных tools и так далее. Это, на самом деле, совершенно неважно в контексте вот этой глобальной проблемы. Потому что сделать так, чтобы вся команда знала, что происходит и куда мы все вместе двигаемся, требует очень хороших лидеров в команде, конечно же. Dev leaders, design leaders, work managers и так далее, да. И требует очень ярких и очень, забыл как на русском, прозрачных структур, да. Люди должны понимать, что происходит, и это очень-очень важно. Страшно. Чуть ли не уронил. Так вот, если мы посмотрим на коммуникацию, да, эта коммуникация нам нужна, чтобы принимать правильные решения. А как выглядит наша коммуникация обычно, когда мы общаемся с коллегами? Она выглядит как-то, ну, наверное, примерно вот так. А давайте-ка обсудим. Что у нас? Spaces или Tabs? Нам Sketch все-таки или Photoshop? Все-таки Grunt или Gulp? NPM или все-таки Yarn? SVG или все-таки IconFonds? WordPress или Drupal? Angular или, не знаю, React, да? И у нас все такие беседы, которые как бы поглощают нас в какой-то степени. Я это вижу постоянно, когда вместо того, чтобы задуматься о том, как нам лучше работать, мы проводим время, думая о том, каким образом мы могли бы подстроить наши тозы, чтобы лучше работать. Но как бы ядро проблемы, оно тоже. Это как бы как мы будем вместе работать. И это не важно на самом деле, что мы выберем, да? Есть вещи, которые важны, есть вещи, которые менее важны. Файл-структура, например, да? Ну, взяли, сели, поговорили, разобрались, решили. Да, может быть, не все согласятся с этим, потому что у всех разработчиков, у всех дизайнеров все свое мнение об этом, да? Взяли один раз, сели, решили, готово. Не нужно это много как бы обсуждать. А в итоге мы видим что? Мы видим Notion Cards, которые там, или там Trello Cards, да неважно что, где там беседы идут, 80, 100, 200 комментариев. А сколько времени уходит на эти комментарии? Сколько денег стоит такого рода беседа? Я бы хотел, чтобы мы чаще как бы думали о том, как мы, собственно, работаем вместе, вместо того, чтобы работать, как нам стоило бы работать через Toolsy. Но мы придумали какие-то методы, да? Я думаю, что многие из вас уже знают, к чему я веду. Мы придумали такого рода вещи, как дизайн-система. Дизайн-система, на самом деле, не новая вещь. Если посмотреть, например, на Biano Comic 3038 года, они тоже придумали дизайн-систему еще в 60-х. Как она выглядела? Точно так же, как многие системы, которые мы организуем. И неважно, это как бы будет, допустим, Storybook, где у нас все компоненты разбиты, или это будет дизайн-система Sketch, или Figma. Это все, как бы, грубо говоря, концепция одна и та же. Потому что что мы делаем? Мы идентифицируем наши компоненты, да? И мы пытаемся использовать их как блоки. Вот как это было сделано в Biano Comic. Если вы не знакомы с ними, очень советую. Я их очень любил в детстве. Так вот, что у нас тут есть? У нас есть разные блоки, разные компоненты, разные фигурки, разные characters, разные text treatments, да? Разные такого рода элементы. И мы их комбинируем, да? Когда мы создаем, в принципе, новый продукт. И, конечно же, нам нужно тестирование этих компонентов. Конечно же, нам нужно, как бы, смотреть в контексте, как эти компоненты подходят друг к другу, да? И поэтому нам нужны, наверное, какие-то примеры, как это будет выглядеть. У нас есть что-то, как бы, типа, типа графики, алфавит. У нас есть что-то типа цветов, да? У нас есть, типа, карточки, вот эти все дела. Packaging это может быть и все, что угодно. То есть мы, да, мы пришли к тому, что дизайн-система – это то, что делает, наверное, каждый продукт сегодня, который достиг какого-то размаха, когда коммуникация должна быть каким-то образом документирована. В конечном счете дизайн-система – это, с одной стороны, документация, а с другой стороны, это, как бы, средство для развития продукта. Грубо говоря, это продукт для развития продукта. И поэтому нам нужно использовать и думать о нем как продукт. Это значит, что нужна команда, нужны процессы для того, чтобы мейнтейнить дизайн-систему. Ну, к счастью, конечно, мы, как бы, научились немного за последнее время, что с этим делать, да? Мы научились заботиться о том, чтобы все-таки дизайн-система приносил ту пользу, которую мы хотим, что она приносила. Если посмотреть, что это может быть обычно, какая, как бы, мотивация в обычной истории. UX, UI, consistency, эффективность в разработке, да, reusability кода, такого рода вещи. И, что у меня там еще есть? Increased efficiency in design, brand standards и так далее, и так далее. Мы это все знаем, это как бы причина и мотивация, и так далее, и так далее. И поэтому неудивительно, конечно, что многие системы такого рода будут включать обычные компоненты. Они все будут очень похожими, грубо говоря. Цвета, типографика, форма, навигация, spacing, layout, grid, вот эти все дела, да? Но если мы посмотрим на развитие этого, можно посмотреть, что есть очень типичные проблемы, которые встречаются всегда. А именно, конечно же, прежде всего, это будет maintenance, да? Если посмотреть на то, как эти системы создаются, и мы научились их создавать, это не проблема. Нашли наши компонентики, дали им имена, запротоколировали, сделали документацию, готово. Проблема в том, что этот продукт, продукт для создания нашего продукта, да, должен развиваться с нашим продуктом самим. И нам нужны люди для того, чтобы мейнтейнить его и следить за тем, чтобы он развивался в правильном направлении. И поэтому, если посмотреть на этот чарт, он немножко такой странный. Но можете посмотреть на сайте Design System Survey 2020 года. Если у вас нет процесса, чаще всего ваша система не будет работать. То есть, если нет людей, если нет планирования о том, что мы делаем с этим продуктом, то про него, конечно, все забывают, да? Если у вас есть очень строгий процесс, где у вас есть, может быть, даже Design System Team, да, где у вас несколько людей, кто имитисдевелопмент, кто имитисдизайн, которые являются такими пионерами, или которые следят за тем, чтобы там все было сделано правильно, то тогда будет лучше, у вас есть больше шансов, чтобы сделать так, чтобы оно работало. Но типичные проблемы всегда одинаковые. Типичные проблемы в такого рода системах одинаковые. Прежде всего, это не Tools, и прежде всего, это не название компонентов и так далее, а это люди. И поэтому коммуникация с людьми, опять-таки, тоже очень важна. Главной причиной, почему системы не работают, это потому, что нет людей, которые занимаются ими, или нету, как бы, интереса у людей, которые занимаются ими, или maintenance – это проблема, или нет никого, кто действительно следит за тем, чтобы дизайн-система была, как бы, являлась таким центральным элементом, который связывает все различные особи этого продукта. У вас, может быть, несколько разных продуктов, которые используют одну и ту же систему, да, они достаточно денег, да, изменения в компании или departments. Здесь вообще ничего нет про Toolsy. Здесь вообще нет ничего про название компонентов. Это все проблема в людях. К сожалению, или к счастью, к счастью, наверное, все-таки, мы придумали техники, чтобы это, как бы, улучшить. Всегда классическая проблема составлялась в том, что у нас есть дизайн, он живет в Sketch, или в Figma, или в Photoshop, или еще, не важно где, и у нас есть код, который живет либо в React, либо, как мы имем, jQuery, да, не важно где, да, и мы не можем их соединить. Кто-то делает изменения в Sketch или в Figma, эти изменения надо каким-то образом перенести в код, да. Тут кто-то что-то изменил, тут кто-то что-то не изменил. У нас получается, что система не работает, потому что нужно, должен быть какой-то переход. К счастью, мы двигаемся очень хорошо. И за последний год, кстати, я думаю, это самое важное, что произошло. Мы научились связывать вот эти два мира – код и дизайн. Каким образом это работает? Это работает очень просто. Представьте себе, я не знаю, многие ли у вас имели опыт с Storybook, который живет в нашем коде, но если вы имели опыт в Storybook, представьте себе нечто типа Storybook или создание нечто типа Storybook Sketch или Figma. Если мы посмотрим на Figma, например, очень часто можно увидеть именно такого рода модели, где у нас есть система, которая интегрирована в Sketch или интегрирована в Figma, да, название компонент является идентичным с названием компонента в нашем React, например, да, и у нас есть даже плагины, которые позволяют нам интегрировать из React в Sketch или из Sketch в React, из Figma в React или из React в Figma, имея такой доступ к библиотекам, да, и, грубо говоря, почти даже генерируя код, который будет неидеальным, конечно же. Более того, у нас есть доступ делать то же самое, что мы делаем обычно в коде, благодаря этим замечательным тулзам, которые у нас есть. Если вы, допустим, сделали какую-то новую библиотеку и вы хотите ее сделать доступной для всех, можете закинуть там, не знаю, в NPM Registry и делать ее доступной для других разработчиков, допустим. То же самое можем сделать и с дизайн-системами, или с libraries, да, где они могут быть немножко разными для разных проектов. Представьте себе, если у вас есть команда, например, которая работает в Sketch, другая работает в Figma, да, и они хотят как бы использовать одни и те же компоненты или немножко подправить компоненты. Вы можете использовать одну центральную репозиторию, разветвлять ее, форкать ее, то же самое делать, как, в принципе, мы делаем в GitHub. Да, это очень-очень фундаментальное изменение в этом году. И, грубо говоря, даже создавая такого рода вещи, такого рода визуальные системы автоматические. И это работает, на самом деле, очень просто. Да, есть огромное количество таких средств, которые довольно стабильны в этот момент. А именно, если посмотреть, например, если вам нужно какое-нибудь приложение, какую-нибудь библиотеку, которую сделала ваша соседняя команда, вы ее загружаете, у вас есть доступ ко всем компонентам, да, вы можете буквально за несколько минут взять и начинать ее крутить и совмещать вместе. И главная цель, конечно, в этом – заботиться о том, чтобы пока вы делаете это в Sketch или Figma, да, ваши разработчики, ваша команда разработчиков должна иметь доступ к ней, поэтому Figma немножко удобнее, просто потому что все онлайн так и так, да. И ваша команда разработчиков следит за тем, какие названия вы используете, например, для вашей библиотеки в Figma или Sketch, да, и имеет те же самые названия для компонент в коде. И использует Storybook, например. Storybook изначально был доступен только для React, теперь он доступен для всего, неважно, что у вас, View, Angular, jQuery, абсолютно неважно. И это такая очень классная интеграция, потому что вы можете, грубо говоря, повторять то, что у вас есть в React каким-то образом в Sketch или Figma. То есть вот этот вот gap, который у нас был постоянно, когда где-то здесь будет дизайн, где-то здесь будет код, а между ними где-то там будет что-то происходить, мы его закрываем все ближе и ближе, и это очень-очень здорово. Опять-таки Storybook плюс такого рода плагины для Figma или Sketch идеальны. Я никогда не видел такого буста продуктивности, просто потому что многие разработчики так и так, я надеюсь, работают с компонентами. Более того, мы научились понимать, работает система или нет, да. Недостаточно просто взять, давайте сделаем дизайн-систему и готово. Мы можем сделать более такой подход в плане метрик, а именно мы смотрим, работает ли наша система, а что это значит, работает она или нет. Нам надо смотреть на метрики. Если у нас есть три продукта, эти три продукта используют одну и ту же дизайн-систему. Насколько она вообще хорошая или полезная? Ну давайте посмотрим, как часто мы пишем код несколько раз. Представьте себе, наверняка вы были в такой ситуации, вам нужно сделать календарь, и три разные команды сделают, три разных календаря, которые некоторые из них имеют разные баги и так далее. Если такие ситуации происходят, значит, люди не используют дизайн-систему, значит, она не работает, да. Если вы не знакомы со Storybook, для меня лично сам Storybook – это такой изумительный development environment, да. Это не просто такая документация, а development environment, где мы пишем наши компоненты, мы видим превью наших компонентов, можем показывать все наши props, как бы все разные states, мы можем проводить QA, да, на Storybook. Но Storybook не единственный tool, можно использовать Stencil, например, если вы хотите использовать веб-компоненты, да. То есть как бы есть опции, но Storybook очень крут, то есть это просто вау. То, что мы сейчас находимся в такой ситуации, где у нас есть Storybook, рабочий, хороший, стабильный Storybook, это феноменально. Но когда он у нас есть, этого недостаточно, потому что нам нужно, чтобы вся команда его использовала. Поэтому можно сказать, а как часто у нас происходят такие ситуации, что люди пишут один и тот же код несколько раз? Или как часто у нас есть inconsistencies, где просто разные, немножко отличаются компоненты. Как часто мы используем, благодаря из-дизайн-систем, какие-то новые pull requests, это значит обновляя дизайн-систему. Или как часто у нас есть feature requests для дизайн-системы. Насколько вообще люди как бы excited, и хотят ее поддерживать, и используют ее. И такого рода вещи можно, в принципе, заметить. Очень классный тест, чтобы проверить, работает система или нет, который я часто вижу в компаниях. Это вот technical independence. Это значит, что если у вас есть onboarding, вы берете к какому-нибудь кандидата или человек, который пришел и начинает работать, и говорите, вот нам нужно сделать такой компонент, вот наши столзы, которые мы используем, вот тут Figma, тут дизайн-система, тут React, Storybook. Вперед. Сколько времени тебе понадобится на то, чтобы создать компонент, который, в принципе, пройдет еще и peer review, и в итоге выйдет в мастер, например, в какой-то момент. То есть вы можете таким образом заценить, работает эта система или не работает. И таким образом, как бы получить какое-то представление более глобальное о том, как это вообще работает. Но и более того, мы, конечно, идем и в мир, который немножко отличается даже от этого. Потому что если мы посмотрим на то, что делают компании, у которых есть ресурсы для того, чтобы это делать, это феноменально. Это пример из Airbnb. Airbnb сделали не просто дизайн-систему, а библиотеку с поиском. Это, грубо говоря, поисковая система для дизайнеров. И для разработчиков тоже, кстати. И для QA тоже. Очень классная идея. Это значит, что у вас есть скетч, у вас есть React Storybook, вы генерируете views, настоящие views, не просто там какой-нибудь скриншотинг, а views. И Storybook. Каждый из этих stories имеет свои теги, по которым вы можете искать. Там есть и мета-информация, например, языки. Это может быть, например, размер экрана, вот такого рода вещи. И вы можете искать по ним и генерировать превью всех компонентов, всех языков с разными локалами и так далее, которые вас интересуют. Офигенная штука. Они назвали ее AirShots, но до сих пор не за open-source, к сожалению. Но это говорит нам, в каком направлении мы двигаемся. Есть очень интересный доклад Брэда Фроста, который рассказывал о том, куда двигается дизайн системы. И вот такой вопрос, который встал. Ну, мы начали делать компоненты. Ну, мы научились работать со Storybook. Ну, мы научились делать дизайн системы Sketch и Figma и так далее. А что теперь? Что мы теперь будем делать это до конца наших дней? Просто работать с дизайн системами и вот это как бы новый мир, в котором мы живем и все? Или куда это двигается? Я думаю, что вот этот мир, это вот то, куда мы двигаемся. Если это будет доступно как какой-нибудь open-source tool, например, для команд, которые используют Storybook и Sketch или Storybook и Figma, это просто феноменальный бут для нашей продуктивности. Но вы думаете, а как это связано с Remote? Я к этому еще приду. Не убегайте пока. Это как бы центральный блок, который мы используем. Но более того, они пошли еще и дальше в Airbnb. И это как бы еще один шаг в будущее, потому что они решились использовать Machine Learning. Почему бы и нет? Если у вас есть блоки, компоненты, которые написаны в React, которые нарисованы в Sketch или Figma, почему нам не просто не используют такого рода Machine Learning и AI, чтобы сказать, а знаешь что? Возьми-ка из бумаги, дорогой дизайнер, начерти примерно что ты хочешь, покажи это камере, мы не можем сразу собраться вместе и нарисовать это вместе на одном whiteboard, и генерируй свой React-компонент из готовых. И они это сделали как прототип, они это сделали еще в 2019-м, кстати, где, грубо говоря, вы рисуете на риске бумаги, что вы хотите, вы показываете это перед камерой, у вас происходит recognition, там, image recognition и все дела, и бум, у вас генерируется React-компонент из уже готовых компонентов. Вам, конечно, нужно эту модель тренировать толком, но представьте себе, как удобно это для прототипирования, например. Да? И вот это, опять-таки, еще один шаг, в котором мы двигаемся. Но! Это все прекрасно, это все такое музыка из будущего, это замечательно, и это, в принципе, мы можем делать сегодня, если очень захотим, если есть ресурсы в больших командах, а что делать в маленьких командах? В маленьких командах нам нужно заботиться о чем? Нам нужно заботиться не только о тузах, которые уже есть, а о коммуникации. Потому что самая главная проблема в командах, это опять-таки то, что все разные департменты, которые у нас есть, двигаются в разных направлениях. Это значит, что у всех разных департментов есть свои разные приоритеты, есть свои разные интересы, есть свои разные, знаете, плюшечки, которые они получат, если они достигнут своих целей и так далее. И что нам нужно сделать в вот таком мире, в котором я, по крайней мере, кручусь постоянно. Я не знаю, как вы, но у меня такое чувство, что когда я общаюсь с людьми из других команд, у них совершенно другие мысли, у них совершенно другие цели, у них совершенно другие интересы, которые иногда пересекаются с моими, например, performance или доступность, вот такие гордые вещи, но очень часто совершенно не пересекаются. И это не обязательно как бы в таких больших разных, разных департментах. Это понятно, что у Customer Support будет свои проблемы и свои заботы, чем у Sales и Engineering. Но это встречается и в разных маленьких командах. Даже если у вас, допустим, Engineering довольно большая команда, и там есть несколько маленьких команд, которые делают разные проекты, ситуация абсолютно такая же. Потому что все двигаются в рамках своего проекта в разных направлениях, в своих направлениях. И вот, наверное, главная цель, которая у нас есть, это прийти к тому миру, и тут дизайн-система опять-таки помогает, где у нас есть alignment. Это можно сделать через документацию, принципы, guidelines и так далее. Но это должно происходить на разных уровнях. Это нужно понимать. С одной стороны, на уровнях департментов, но для того, чтобы туда дойти, не помешало бы, чтобы, по крайней мере, вашей команде или вашей команды, которые есть вокруг вас, двигались в правильном направлении. И это значит, прежде всего, так называемый alignment. И этот alignment, на самом деле, это очень такая вещь непростая, потому что, опять-таки, у всех есть свои интересы. У каждой команды, с которой мы работаем, есть свои интересы. Но мы знаем, какой интерес у нас общий. А это мы хотим делать что-то хорошее для бизнеса. Мы хотим, чтобы бизнес выполняет создание бизнеса, дать пользователю опыт, который они хотят, и так далее, и так далее. И поэтому очень часто мы думаем о том, как нам сделать, собственно, так, чтобы работало хорошо. Но очень часто в таких ситуациях, мне кажется, что мы видим мир очень узко. Потому что, если посмотреть на бизнес, бизнес, можно сказать, вот это изумительный дизайн. Прекрасно. Маркетинг будет доволен, конверсия растет. Дизайнеры будут довольны, выглядят очень хорошо. Все прекрасно. То есть, каждый отдельный департмент в мире своих интересов доволен, все прекрасно. Но здесь есть кое-что очень-очень плохое. А именно, я думаю, многие из вас это заметят. У нас есть две кнопки. Одна из них add to basket without insurance, другая add to basket with insurance. Со страховкой или без. Зачем вам нужна страховка на обувь? Непонятно. Но, конечно, да, если у вас будет такая красивая зелененькая кнопочка, мы же научились, как дизайнеры, рисовать хорошие кнопочки. И если вы добавите insurance, маркетинг будет тоже доволен, потому что, опаньки, конверсия поднялась, engaging поднялся, upsell, отлично, insurance продаем для того, что нам вообще-то поддерживать не нужно. Но в таких ситуациях всегда есть вторая сторона медали в корпорациях, а именно скрытые затраты, которых, я думаю, очень важно иметь очень конкретное представление компаниям в целом. Потому что вы можете действительно что-то, допустим, получить за какой-то бонус или буст в конверсии, но, кроме того, нам нужно учитывать и затраты, которые есть. А это возвращение, возвраты, это сколько денег уйдет в support, сколько денег уйдет в sale, чтобы найти новых покупателей потом, потому что некоторые будут очень разозлены этим. Маркетинг, сколько вообще понадобится, чтобы найти новых покупателей и так далее. И поэтому вот первым делом, что я делаю в корпорациях такого рода, потому что я очень много премий провожу в e-commerce, это будет вот такого рода карта. Вот это то, что нам нужно знать, чтобы создать этот alignment. Опять-таки, ребят, я знаю, что это доклад про ремонт, не убегайте, пожалуйста, еще, я к этому приду. Просто очень важно вот это как бы мир понимать. Потому что одно дело видеть только конверсию, но чтобы создать полный alignment, нам нужно использовать метрики, которые затрагивают карты отдельный department, чтобы создать общую картину, которая важна для всех. Поэтому мы думаем не только о конверсии, но и сколько времени нужно, чтобы человек купил вновь. Сколько времени нужно, чтобы получить хорошую информацию о пользователе. Мы же можем, конечно, показать большущие pop-ups, newsletter, чтобы поднять engagement или поднять количество e-mail, которые мы получим. Люди же не дадут нам хороший e-mail. Если первым делом вы заходите на страницу, а нам вам дайте там 10 долларов, введите свой e-mail, получите 10 долларов, например, на то, чтобы получить скидку, мы же научились пойти какой-нибудь фейковый e-mail сделать или какой-нибудь глючный или плохой e-mail, который мы почти не проверяем. Мы получим скидку, и эта компания получит какой-то e-mail. Но этот e-mail мы не проверяем никогда. Но компания же не хочет просто какие-то e-mail. Нам нужна аккуратная, хорошая информация, нам нужно уменьшить bounce rate, и нам нужно улучшить хорошую базу, где люди покупают. Поэтому нам нужно думать, как аккуратно наша информация. Сколько времени нужно, чтобы люди поделились этой покупкой, например, онлайн? Time to first purchase, upgrade, если у вас подписка, performance. То есть я пытаюсь создать такого рода дэшбот первым делом, где я иду к каждому департменту и спрашиваю, что вам важно, что вам нужно, что вам не нравится, что вам плохо, как я или как компания может вам помочь, чтобы вы каким-то образом пришли к лучшему результату. Это является тогда центральным таким ядром, наверное, того, к чему двигается вся команда. И, конечно же, если посмотреть на процесс, можно увидеть, что очень часто, опять-таки, это будет, ну, так как мы, к чему мы это привыкли, к чему мы, в принципе, уже привыкли. Вместо того, чтобы использовать такие разделенные команды, где у нас есть дизайнеры, которые дизайнят на пятом этаже, ну, как бы это не ремонт, но как бы в целом разработчики, которые сидят где-то там, не знаю, в подвале, люди, которые планируют на третьем этаже, чаще всего это просто медленный и плохой waterfall. Мы к этому уже привыкли, мы это уже знаем, мы пришли к тому, что нам нужно двигаться в направлении agile как-то. Но это, грубо говоря, значит, нам нужно создавать маленькие тактические команды, которые могут выполнять какие-то задания самостоятельно. То есть у нас получаются такие маленькие команды, мы пришли к тому, что это подходит не только в людях, но и в микросервисах, например, или даже в микрофронтендах, и поэтому мы как бы это мы поняли. Но так или иначе, я вижу, что многие команды как-то более-менее работают, особенно если речь идет между дизайнером, разработчиком, тестированием, DevOps, они работают как-то так прямолинейно. Это почти waterfall, почти waterfall. У нас есть кто-то, кто делает дизайн, у нас есть кто-то, кто делает разработку, кто-то занимается тестированием. Готов дизайн, идет разработка, готова разработка, идет тестирование. И в итоге получается, что это немножко напоминает плавание. Или бег, где все бегут куда-то, ну, к счастью, уже в одном направлении, это уже радует, но все бегут в одном направлении. У нас есть дизайнеры и архитекторы, которые говорят, ну, вперед, я уже готов со своими прототипчиками, контент я написал, до свидания, я пошел заниматься другим проектом. У нас есть дизайнеры, да-да-да-да-да, это, конечно, хорошо, прекрасно, но я сделаю так, чтобы все было красиво в скетч-фигме. А потом есть разработчики, которые потом появляются в другом состоянии всего и думают, а вообще о чем речь, и почему я не был, как бы, вовлечен в беседу, вообще, как бы, мы о чем вообще тут, ребят, да, они вообще, как бы, не в тему. И поэтому первым делом, что я пытаюсь делать, это вот этот вот мир, в котором все-таки все разделено, изменить, создавать так называемые overlaps. И overlaps, это значит, что есть какое-то время, какой-то буфер, когда дизайнеры общаются с разработчиком, или разработчик общается с тестировщиком, или вот разные команды общаются друг с другом. Просто маленький overlaps. Это может быть один митинг, может быть несколько митингов, это зависит от того, какова у вас организация. И для этого я разработал для себя, по крайней мере, такого рода чек-листы. То есть, когда у меня есть какой-то продукт, первым делом я разрабатываю чек-лист, где основываясь на вот тех, которые у меня уже есть, думаю, мы подумали об этом, мы подумали об этом, мы подумали об этом, об этом, об этом, об этом, об этом, об этом. И это получается довольно долгая беседа иногда, потому что некоторые вещи, какой-нибудь компонент типа pricing plans, который у нас опять-таки будет storybook, и он будет в скетч или фигме, иногда уходит немножко, может быть, слишком много времени. Не обязательно обсуждать все вот эти вещи, тут на самом деле 50 вопросов, которые можно задать, только о pricing plans. Но это дает мне хороший такой фундамент, где я знаю, что я ничего не забуду. И потом я выбираю какие-то вопросы, которые нужно обязательно обсудить. Вот это как бы мой процесс. И я создаю такие overlaps, это будут митинги. Ремот, не ремонт, это не важно, но это будет overlaps, где люди проводят чуть-чуть больше времени вместе. И очень часто, когда начинается прототип, я рекомендую, чтобы хотя бы было какое-то время, когда дизайн-разработчик сидели бы вместе. Это может быть опять-таки offline, где люди работают вместе, в физическом месте. Или это может быть Zoom, или это может быть что угодно, когда они просто вместе смотрят на что-то. Мы разделяем экран на две части. У нас в одном экране то, что делает разработчик, в другом экране то, что придумал или думал дизайнер. И они находятся в одном звонке. Просто это время, которое они проводят вместе. иногда есть ситуации, когда все горит и нужно дедлайн и все дела. И поэтому они проводят довольно много времени вместе, но это происходит обычно не так. Все-таки чаще всего это будет такая разбивка, где иногда больше делают дизайнеры, иногда делают больше разработчики. Но! И это очень классный момент. Если посмотреть на классическую ситуацию, когда дизайнер что-то делает, разработчик что-то делает, мы можем видеть, что если дизайнер работает над какой-то изумительной кнопочкой или карточкой, в это время разработчик уже, даже не видя дизайн, может создавать какой-то мокап для этого. Это может быть такой очень серый прототип, где ничего нет, но по крайней мере доступность есть, по крайней мере что-то там написано на реакции, может быть, было протестировано в плане доступности, читабельности и так далее. Или просто есть такой scaffolding или скелет компоненты, потому что мы к этому уже привыкли. Это наш мир работает на компонентах так и так. И поэтому здесь есть такая вещь, как tapering, где мы разбиваем ситуации или время, которое у нас есть, на то, что здесь больше дизайнеры работают, здесь больше разработчики, но все работают постоянно. Это не так, чтобы кто-то здесь, потом мы ждем, пока придет дизайн, потом разработчики начинают, разработчики ждут, потом QA ждет, пока будут разработчики готовы. Все как бы двигается постоянно. И помните то, что я показывал раньше, такого рода ситуации, где нам нужно идти и искать, выбирать, что нам подходит. да, это есть опять-таки такой kick-off в самом начале, где все расходятся и смотрят, что есть, а потом нужно пройдить какое-то количество митингов, к сожалению, чтобы прийти к какому-то одному решению и приходить такими focal points. И опять-таки изначально мы как бы крутимся, смотрим, что и подходит, и потом мы как бы сходимся и находим идеальное решение. И чем меньше такого рода scope, тем больше мы на самом деле двигаемся в направлении agile. Если это опять-таки немножко так расширить и сделать эти блоки поменьше, у нас получается с принтами и всеми делами у нас получается agile. Ничего супер особенного в этом нет, но все процессы как бы следуют, я пытаюсь по крайней мере создать таким образом, чтобы они следовали этому принципу. Ну, это все прекрасно и замечательно, но это только одна часть проблемы. Потому что если мы посмотрим чуть-чуть глубже на alignment, давайте разберемся на технике, которые опять-таки в мире remote нужны для того, чтобы прийти к этому. К этим overlaps, к этому как бы переходам между дизайном и разработкой и так далее. Сейчас будет очень много текста, но вы просто пожалуйста, ребят, не убегайте. Это, я думаю, довольно полезно. Это как бы то, что мы выучили для себя и то, что другие команды, которые я знаю, выучили для себя тоже. Конечно же, у нас будет для того, чтобы как бы общаться и говорить о том, что происходит, у нас будут стендапы. Но я знаю, что есть команды, которые делают стендап каждый день, видео стендап каждый день, для меня это лично overkill. есть команды, есть команды, которых стендап в понедельник обязательный, а все остальные стендапы либо происходят в конце дня, где люди как бы обсуждают, что они, к чему они пришли за этот день, либо в самом начале, но они optional, да, как бы для нас работает лучше всего один раз в день, опять-таки, к понедельникам видео, остальное просто текст. Если есть какие-нибудь вопросы, конечно же, для этого тоже есть время, чтобы их поднять, да, но у нас нет такого dedicated video call, где все должны быть, потому что на это уходит просто слишком много времени. И, конечно же, когда у нас идет стендап, все знают, что очень мало времени, чтобы что-то обсудить, да, и поэтому они говорят про свои приоритеты на эту неделю, понедельник, и блокеры, которые у них есть, да. Ну и кроме того, довольно часто я, как более-менее неплохой менеджер, я надеюсь, я просто задаю вопрос, есть ли у вас какие-нибудь проблемы, могу ли я чем-нибудь помочь? Даже если у меня нет времени, честно говоря, может быть, есть что-то, что я могу вам помочь, чтобы просто вытянуть эту информацию из людей. Но иногда нужны митинги, конечно. Митинги — это проблема очень часто, просто потому, что на них уходит очень много времени. Мы пытаемся избегать ситуации, когда у нас есть митинги на 30 минут, 45 минут, 15 минут, не знаю, час, а вместо этого использовать очень такую специфичную, как бы конкретную цифру, 18 минут. И более того, мы используем таймер 18 минут, чтобы все примерно представляли, что это действительно 18 минут. Почему 18? Ну, я не знаю, в этом нет никаких причин особенных, просто это не должно быть 20 или 15, потому что мы заполняем их. А хочется вот это время как бы действительно использовать хорошо, поэтому сэндбоксинг помогает, поэтому у нас, например, бывает 18 минут или 38 минут, но никогда не 15, 30, не 45, и у нас есть действительно такой таймдаун или каундаун, который нам как бы говорят, мы, ребята, здесь, чтобы работать, чтобы митинги — это вещь такая, она жрет очень много времени, это очень дорогое удовольствие на самом деле, но коммуникация важна. И опять-таки, это может быть Zoom, это может быть Microsoft Meets, это неважно, зависит от клиентов, с которыми я работаю. Но перед митингом всегда я посылаю адженда, где мы предлагаем всем сказать, вот, ребята, у вас есть возможность все темы, которые вас интересуют, добавить заранее, за 2-3 дня, тоже ничего особенного в этом нет. И опять-таки, эти 18 минут — это достаточно времени, чтобы пойти довольно глубоко какую-то определенную проблему, но недостаточно, чтобы потеряться полностью в этой как бы rabbit hole. Очень многие команды, с которыми я работаю, включена больших, типа Facebook или Google, но и даже маленькие тоже, используют так называемый focus blocks. Focus blocks — это время, когда вы как бы резервируете для своей работы, где вы не можете договориться на митинг с кем-то. Это, я знаю, звучит немножко странно. Да как это так? Я же доступен должен быть, да? Или доступна должна быть. Если вы хотите быть продуктивными, да, а это то, что многие организации тоже хотят, конечно же, вам нужно время, когда вы можете быть продуктивными. А быть продуктивным — это значит не отвлекаться. Я знаю, звучит очень глупо, ничего такого особенного в этом нет. Но для этого нужно время, когда понятно для всей команды, да, что вы работаете, ваше время очень ценное, да, для того, чтобы потратить хорошо, как бы, достаточно времени на свою работу, вам нужно не отвлекаться на митинги или на что-то другое. Я не знаю, как у вас, но у меня постоянно такое чувство, что, знаете, два раза я созвонюсь с кем-нибудь, у меня уже сил нет, чтобы что-то делать. Если такие звонки по 30-45 минут, да, ну, в нашем случае, там, 38 или сколько, без шансов что-то сделать в половину дня, и я работаю эффективнее утром. Поэтому мы пытаемся делать такого рода вещи, где у нас фокус-блог, допустим, с вторник с 9 до часу. У нас нету митингов с 9 до часу, да, в среду без шансов, да, если что, конечно же, у вас может быть там слэк, беседа и так далее, но не митинг на 30 минут. И та же самая история пятницы, например, с 9 до часу. Это будет зависеть от вашей компании, от вашей культуры и от ожиданий вашего босса, ваших менеджеров, но это настолько помогает продуктивности компании. Вот после этого люди просто, у людей есть время, чтобы работать. Насколько это удивительно, потому что митинги очень часто поглощают очень-очень много времени. Да? Митинги. Боже, как я терпеть не могу. Митинги. И просто вы можете начать с того, давайте сделаем один день, когда у нас не будет митингов. Если кому-то нужно добраться до меня, без проблем, конечно, я понимаю, это зависит как бы от ситуации, но вам нужно создавать такие прямолиненные и понятные ожидания. Если я нужен, да, сейчас же, потому что что-то горит, звони или телеграмм. Да? Если я нужен в течение одного часа, напиши мне DM on Slack. Если вам нужно, чтобы я получил достаточно, если я дам ответ в течение дня, может быть, в паблик на Slack или в Notion, или что бы вы там не используете. Если вам окей, если я напишу в течение нескольких дней, да, просто пишите мне email. Если это в компании установлено, это помогает, создает такого рода expectations, да, и люди выбирают подходящий метод, вместо того, чтобы писать вам или звонить вам или там писать в телеграмме каждый день, потому что у них там, не знаю, какая-нибудь маленькая вещь есть, которая, на самом деле, совершенно не важна. Вам нужно беречь свое время. И, опять-таки, другая вещь, которую мы сделали, это никогда, ни при каких условиях, ни у кого не должно быть больше, чем два Zoom-колла в день. Я знаю, звучит немножко странно, как это так, у меня семь на этом сегодня будет еще. Это, да, у вас будет семь звонков, но очень часто в таких ситуациях появляется неоджиданный эффект, когда люди работают ночью, или вечером, поздно вечером, или на выходных, и потом они совершенно никакие на следующий день или на следующую неделю. Мы пытаемся делать так, чтобы никогда не было больше, чем два звонка в день. Мы тоже знаем, что ремонт в целом сам по себе медленнее и утащает сильнее, чем обычная работа. И, опять-таки, ребята, еще одну вещь нужно учитывать, что есть большая разница между быть ремонт и быть на карантине ремонт. Быть ремонт, как бы к этому, то, что это может работать для многих и для большинства людей в принципе окей, это без проблем. Можете пойти погулять, вы можете пойти, не знаю, подышать воздухом, пойти в лес, не знаю, пойти за покупками когда угодно, быть как бы удобнее работать и как вам удобно, да, но быть ремонт на карантине, когда у вас, допустим, дети, у вас есть обязанности дома, да, где у вас нету, может быть, просто рабочего нормального места, чтобы работать. Это очень сложно. Это просто, ну, никак, да. Поэтому, как бы, такой уровень флексибилити, он обязательно нужен. И поэтому, если писать на ремонт, особенно в карантине, гораздо медленнее, чем обычная работа, в том плане, что для того, чтобы прийти к какому-то решению, нужно обычно чуть больше времени. Почему? Потому что есть технические проблемы, потому что люди чуть позже опасуют, люди, может быть, камера не работает, машина рестарт, да, и так далее, и так далее. И на это просто уходит гораздо больше энергии. У меня такое чувство, действительно, что вот чем больше я провожу времени на звонке, тем больше я просто вот полностью эмоции мои из силы уходят. Но всегда на звонках, когда мы проводим их, мы просим всех включить видео, потому что никто не хочет беседовать с кем-то, кто где-то не знаешь вообще, люди там вообще слушают или нет, да. И более того, очень часто происходит ситуация, что как только камера выключена, этот человек будет наверняка делать мультитаскин, добивать какую-то фичуру и не будет присутствовать на этом звонке. И потому что у нас звонков не так много и митингов не так много, важно, чтобы они, собственно, были доступны для нас. Еще одна история, это язык, который мы используем. В больших компаниях, и вот такое чувство, по крайней мере, у меня и дума у вас тоже, мы обычно смотрим на все процессы и на все задания, которые у нас есть, не через микроскоп, а не через телескоп. Что это значит? Мы обычно видим очень хорошо, что происходит вот в нас и в нашей команде, может быть, да, и вот в нашем проекте. Но у нас нет никакого представления о том, что происходит обычно в других командах, особенно на других уровнях, да. И чем специализирование наша команда, да, тем больше у нас будет таких вот микроскоп-вью. Это значит, что очень часто мы не будем просто видеть и понимать, что происходит в другом вот вокруг нас и не понимать решения, которые принимает менеджмент или принимает наши коллеги. И в результате у нас получается, что такого рода специализация языка, и это может быть, например, всякий жаргон, который мы используем внутренний, да, в нашей команде, да, он создает фрагментацию внутри большой команды. Это ведет к проблемам. И поэтому точно так же, как мы это делаем в дизайне и разработке, нам надо создавать overlaps между дизайном и разработкой. Это значит, митинги между ними, где люди, в принципе, понимают, вот так вы сделали, вот так вы сделали. И поэтому мы пытаемся всегда так внести немножко дизайна в разработку и немножко разработки в дизайна. Это значит, что если есть какой-нибудь митинг, где, например, разработчики думают о том, куда развиваться и когда направляются, какой выбирать фреймворк, мы пытаемся как-то закинуть немножко одного дизайнера, может быть, два дизайнера, да, чтобы они как-то примерно хотя бы представляли, что работает, тогда они сами, дизайнеры, да, будут как бы распространять то, что они поняли для себя внутри себя, внутри своей, в своем дизайн-мире, в дизайн-командах. И нужно, опять-таки, перед тем, как мы беседуем, с кем-либо понимать, на каком языке нам стоит беседовать с ними. И вот когда дизайнеры в таком митинге, получается, что вдруг ни с того ни с сего этот жаргон пропадает, потому что разработчики хотят донести что-то до дизайнеров, или опять-таки наоборот. И вот основываясь на том, с кем мы, собственно, общаемся, это будет экзекьютив, это будет маркетинг, это будут разработчики, инженеры, это будут дизайнеры, нам нужно подумать о том, что для них важно, и что нам стоит, может быть, показать им, чтобы они поняли, что мы делаем, и получить какой-то фидбэк от них. Когда у нас делаются эти митинги, мы введем diary. Diary, на самом деле, звучит очень громко, это очень просто, ничего особенного нет. Diary — это просто отдельный файл, документ, это может быть Google Doc, это может быть Notion Card, это может быть Trello Card, это не так важно, который я веду с каждым человеком, с которым у меня есть митинг. Что это значит? Если у меня есть клиент, который external, и мы начинаем какой-то проект, допустим, я веду для каждого митинга, который у нас есть, один документ, то есть на каждого человека, на каждую компанию, с которой я работаю, один документ, где я веду, окей, первый митинг, вот тут-то-то-то-то, обсудили так и так, вот такая была адженда, вот такое мы решили. И потом, когда у меня будет звонок с этим человеком, я достаю ту же карточку, добавляю опять-таки информацию в эту карточку. И в итоге получается, что спустя месяц, два, три, у меня есть полный рекорд всего, что было обсудено, обсуждено, и всего, к чему мы пришли. Я никогда не посылаю имейлы клиенту, потому что я хочу, чтобы вся эта информация была в одном месте. Вместо этого я им даю доступ к этой карточке, где мы можем что-то обсуждать. Ну, иногда они хотят, конечно, e-mail, такое тоже происходит. Но я всегда заботюсь о том, чтобы вот этот diary для каждого человека был у меня такой рабочий, прочный. Потому что я всегда могу посмотреть и сказать, вот это мы решили, вот это мы так приняли такое решение. Туда же можно добавлять какие-нибудь записи, ну, Zoom calls и так далее. Это раз, это первая вещь. Но это external. Internal мы делаем, в принципе, то же самое, но это скорее на уровне не просто там общения с человеком, а с командами. А если команда занимается конференциями, например, как вот DevOps, да, тогда вот у нас был митинг, вот что мы обсудили. И потом, если у нас будет следующий митинг, у нас будет дополнительный такой блок о том, вот что мы решили в этот день. И это очень хорошая вещь, потому что вы можете искать в одном центральном месте, и у вас есть полный сбор информации о том, что произошло. И, конечно же, нужна какая-то структура для такого рода diary, где вам нужно иметь такого рода какие-то блоки. Например, первый блок – это наша цель нашего митинга такая. А второй – вот что пошло хорошо, вот что пошло плохо, вот что мы хотим изменить. Вот такие текущие проблемы, и вот такие вопросы, которые мы хотим обсудить дополнительно. Дополнительно к этому мы используем буферы. Буферы для estimates. Если кто-то к вам приходит и говорит, «Ребята, сколько вам нужно будет времени, чтобы это добить?» или как бы найти решение к этой проблеме. Это очень сложная вещь для меня. Я без понятия. Почему? Потому что я нахожусь сначала где-то, мне нужно изучить вот эти разные опции, которые могли бы, в принципе, теоретически, по крайней мере, работать, и найти подходящую. Я без понятия, сколько времени для этого нужно. Особенно в ремоут, когда всё и так медленно. Нам нужно думать, я не знаю, ребят, честное слово, может, мне нужно будет завтра к зубному врачу, а стоп, мы же не можем, мы же ремоут. Может, мне нужны какие-то другие errands или что-то такое. Может, мне надо в магазин купить, закупиться, у нас ничего нет. Я не знаю, какое время мне нужно будет. Есть такая очень классная формула, которую я подсмотрел у Яндекса. Был, по-моему, доклад, по-моему, кого-то из Яндекса лет 7 назад или 8 назад, который я до сих пор использую. Я использую это всё время и до сих пор. Эта формула называется 2PR плюс 2 недели. Что за глупость какая-то? Но прежде всего мы знаем, что такое P, 3, 14, 15, 19, 2. Мы знаем, что такое 2. Мы знаем, что такое 2 недели. Мы не знаем, что такое R. R — это, грубо говоря, радиус круга обычно в этом контексте. R — это ваше самое оптимистическое представление о том, есть ли всё идеально в этом мире. И вы точно знаете, что куда двигаться. И у вас такое представление о том, что у вас есть время, где вас никто не отвлекает. И вы сидите, и делаете, и пилите. Вам понадобится R. Вот это я могу сказать. Если я просто сейчас сяду, у меня есть задача, мне надо подумать и посмотреть, я могу сказать, окей, 6 часов, может быть, 8 часов. Без отвлечений. Но мир же другой. Мы же отвлекаемся постоянно. И не дешне идёт о том, там, Instagram, Twitter, Facebook и так далее. А мы отвлекаемся, потому что митинги, потому что что-то другое происходит, потому что что-то появляется, какая-то другая карточка, которой нужно заботиться и так далее. E-mail, звонок, да всё что угодно. И вот это опять-таки remote world к тому же. И поэтому мы умножаем R, вот эта оптимистическая вещь, на 2P, то есть, грубо говоря, на 6, и на всякий случай добавляем вот этот буфер 2 недели. Когда вот ребята из Янаса говорили, почему 2 недели, потому что даже если всё пойдёт крахом, и у вас вообще никакого времени нет, ничего, и вы видите, что у вас не осталось вообще никакого времени, 2 недели даёт вам буфер, чтобы, по крайней мере, более-менее так разумно прийти к какому-то решению. Ну, это может не для каждого работать, но как всегда нужен какой-то буфер, а это должно быть какое-то такое значение, которое вы дополняете к своему оптимистическому estimate. Потому что для меня сделать оптимистический estimate гораздо легче, чем пессимистический. Но иногда это не получается, не срабатывается, и поэтому вам приходится работать позже. И вот, ребята, честное слово, ну как часто у вас была такая ситуация, что вы сидите ночью, пилите, смотрите, думаете, там, не знаю, муж или жена уже прямо никак не могут на вас смотреть, вы настолько замучены вообще, да, а вы сидите и химичите, и смотрите, ну что это такое, ну как это так, ну почему, да. И уже час ночи или полвторого, и вы находите какое-то решение и думаете, о, фух, всё, ну слава богу, ну хорошо, да, выбил, добил эту гадость, да. Потом просыпаетесь в 7 утра, смотрите на то, что вы делали, и думаете, боже мой, это я сделала вчера? Что за бред? И вы делаете полный рефакторинг, и кажется, что это всё равно то, что вы сделали, не работает. И вы тратите огромную кучу времени, огромную кучу энергии, да, и вы никакими будете на следующий день. На самом деле, вот это было, мне далось это очень-очень сложно. Отпустите, вот отпустите на ночь, и оно придёт в следующий день, никуда оно не убежит. Но работать ночью обычно приводит к очень нежелательным результатам. И для вас, для вашей семьи, и вот в целом. И более того, если вы работаете ночью, у вас нет никакой возможности обычно получить фидбэк от ваших коллег, потому что они обычно, ну, как бы люди спят, да. Поэтому вы думаете, вот я нашла, я нашёл, да. А потом получается, что придёт коллега, посмотрит на вас, скажет, да это же совсем не работает, у нас же вот такой constraint, да. Вы просто теряете время и свою энергию. Иногда это приводит к конфликтам. Иногда это приводит к конфликтам, потому что у людей есть свои разные мнения, у разработчиков, прежде всего, есть свои разные мнения. Мы нашли очень простую схему, как это можно решать. Спросите вот у двух людей, у которых конфликт, которые не могут, например, найти компромисс в чём-то. Да насколько это вам важно? Вот о шкале от одного до десяти. Вот то, что будет сделано так, как ты хочешь. Насколько тебе важно от одного до десяти. И вот тебе, насколько будет важно, чтобы вот твоя идея прошла, да. И ему скажут, ну, на меня, может быть, но на пятёрочку. Не то, чтобы я там прямо, да, но я думаю, что это правильно. На пятёрочку. А если этот человек скажет на девять, я уверен, что так правильно, я хочу, чтобы так было, да, то у вас есть немножко другая динамика. Это значит, что этот человек действительно хочет, чтобы было так, потому что он искренне верит в то, что это важно, да. И тогда этот человек может получить ownership и responsibility, чтобы провести это до хорошего, как бы привести это к хорошему концу, да. Иногда это не срабатывает, но иногда это и работает. Поэтому просто как бы учите, что это очень простая метрика. Если кому-то действительно очень-очень жгёт и хочется так сделать, дайте, может быть, шанс показать себя, да. И ещё одна вещь, которую мы делаем, это exposure hours. А именно это видео, которое мы записываем с нашими клиентами, с нашими покупателями, допустим, если это e-commerce, или людьми, которые используют наш продукт, которые доступны регулярно. Это значит, что мы задаем пару вопросов, и люди просто используют интерфейс, кликают куда-то, что-то не получается, или как-то так. Эти видео у нас есть специальный слайд-канал для этого, где мы публикуем и показываем регулярно, каждую неделю, да, чтобы люди как бы понимали, что вот есть другие люди на том конце экрана, грубо говоря, которые используют наш продукт. И видеть их боль очень-очень-очень мотивирует, чтобы сделать какие-то вещи получше. Так вот. Мне ещё нужно минут семь, ребята, если кто-то там контролирует, есть у меня время или нет. Просто чтобы как бы завершить это всё, привести это к общему концу. Вот это как бы то, что мы нашли. И вот это то, что вот эти процессы, в которых мы работаем и живём. Но этого не всегда достаточно, потому что мы думаем, что ремоут это как бы такой мир, который, ну, пока он и есть, а потом он всё равно вернётся в офис. Это вопрос сложный. Потому что если посмотреть на статистику, и опять-таки нельзя сравнивать ремоут и ремоут-карантин, это совершенно разные вещи, да. Но если посмотреть на ремоут, можем найти огромное количество статей, огромное количество stories, которые говорят, для ребят перешли ремоут, или появилась опция быть ремоут, выучилась продуктивность на 13%. Да, просто потому что люди, людей не прерывают, им не нужно коммьютить туда-сюда, да. Вот такого рода вещи. Или work satisfaction увеличивается, потому что люди опять-таки имеют большую независимость. Или Google обнаружил, что нет никакой разницы в продуктивности вообще. Эффективность, performance ratings, promotions, всё абсолютно то же самое, ремоут и не ремоут, да. Или engagement boost появляется, если ребята тратят 60-80% своего времени off-site, да. Вот эти все вещи уже проверены и есть. Но это всё как бы опять-таки говорит о том, что если у людей есть, не обязательно ремоут на самом деле, если у людей есть confidence о том, что они могут работать самостоятельно, и нету микроменеджеров, например, да, и они видят, что у меня есть автономия, чтобы принимать какие-то решения самому с хорошей командой, это самое-самое-самое важное. Тогда появляется опять-таки happiness, как бы хорошее чувство комфорта в компании. Поэтому опять-таки, то, что ремоут – это всегда хуже, это, наверное, миф. Есть очень-очень много разных ситуаций, когда ремоут гораздо лучше на самом деле, но опять-таки карантин не карантин, да. Но есть такие вещи, которые всегда убивают продуктивность. Это будет прежде всего calls или митинги, да. Это будет невозможность пойти куда-нибудь или выйти. Я всегда пытаюсь сделать такой круг вокруг нашего кафе, да, просто чтобы как бы гулять, сделать вид, как будто у меня коммьютинг, микрокомьютинг, да. Если вы работаете по ночам, то это обычно происходит к выгоранию, так и так, да. Это не работает. Вам нужно создать какую-то систему, когда вы чувствуете, что вы на работе, да. Вот эти все вещи вы уже и так знаете. Focus hours, опять-таки, работает очень хорошо. Вот эти, когда вы блокируете и делаете недоступными потери времени и так далее, и так далее. И вот что интересно посмотреть на вот в этом всем, или там standing desk для некоторых работают, да, у каждого свое. Вы должны просто найти свое. Но очень интересно, что вот было очень такая необычная, необычная research в UK, в Англии, State of Remote Work UK, и они обнаружили, что 41% людей, которые перешли сейчас на ремоут из-за карантина, готовы потерять свою работу, готовы были перейти на другую работу, если их заставят, но вернуться в офис. Опять-таки, это не 100%, конечно, но 40% готовы потерять, или, по крайней мере, отказаться от денег, да, на другую работу, если их заставят вернуться в офис. Есть типичные проблемы, это home-life balance, loneliness, продуктивность, карьера и так далее, которые встречаются везде, да. Но 45% готовы потратить, или, как бы, отказаться от какой-то части своих затрат, своего дохода, да, чтобы, опять-таки, остаться в ремоут. И очень часто можно видеть такую вещь, потому что, как мы перешли в ремоут, многие из нас поняли, что это довольно полезно. Но есть такие мифы, и это один из таких любопытных мифов, типа water cooler, где ты встречаешься на кухне, и там есть кто-то другой, да. Ребят, если нужно, можно сделать. Я лично в такие вещи не верю. Мне кажется, это большая романтика. Типа, вот, мы встречаемся около кофе, мы обсуждаем, у нас появляются эти идеальные идеи, бриллиантовые идеи, которые не появятся никогда в других ситуациях. Это приводит к тому, что мы прямо вот цветем, как компания. Честно? Опять-таки, ребят, вы меня не убивайте за это. Мне кажется, что такого рода вещи, может, я, конечно, очень просто сложный человек, мне кажется, такие вещи обычно приводят к тому, что люди просто тратят очень-очень много времени на ненужные прерывания. Они просто тратят время и не обязательно ведут к хорошим идеям. Они могут прийти к хорошим идеям, но хорошие идеи могут прийти везде. Они могут быть в митингах, они могут быть в ремоут, они могут быть в e-mail, они могут быть в Zoom calls, где угодно. Что я вижу, команды делают иногда, это создают митинг, как Zoom или Google Hangout, который идет всегда, 24 часа в сутки. Это такой water cooler, если хотите. Да, вы можете всегда туда пойти, он всегда есть, может, какая-нибудь музычка играет, может быть, не знаю, но из какой-нибудь кофемашины и так далее. И вы можете просто зайти, посмотреть, есть там кто-нибудь еще или нет никого. Может, кто-нибудь еще будет из вашей команды, и тогда вы можете что-то поговорить и в этом разойтись. Если есть желание сделать такого рода вещи виртуально, это не то же самое, что онлайн, что оффлайн, конечно же, но вы можете такое сделать тоже. Но я лично такого рода вещи, честно говоря, не верю. Другая же вещь это то, что вам нужен remote space, чтобы работать эффективно. И тут мы переходим немножко в направлении tools of. И это может быть все, что угодно, этот remote space. Вам нужно место, где вы можете делиться чем-то, где вы можете общаться, где вы можете делать какие-то notes. Это может быть collaborative text document, какой-то virtual environment или code sandbox. Мы используем, например, Miro. Я не знаю, знакомый весь Miro или нет. Miro выглядит примерно вот так, где есть центральная область, в которой есть какие-то важные вещи, которые мы обсудили, и которые мы договариваемся. А вокруг них созданы столы. За каждым столом может быть 3-4 человека, где мы как бы разрабатываем какие-то идеи или концепции и получаем фидбэк друг от друга тоже. То есть у нас, допустим, первый человек – Ник, второй человек – Сильвия, и у нас есть такого рода messy environment, где у нас перед каждым человеком есть такой board, и у нас есть такой feedback board, где все участники этого митинга раздают такие точечки, как это делано обычно в .voting exercise, где вы говорите, подходит, не подходит, понравилось, не понравилось, даете фидбэк. И да, это messy, но это выглядит точно так же, как это выглядит обычно в физическом office space. На самом деле, очень классно, очень удобно. Если бы у меня была возможность, я бы это использовал, даже если бы у нас не было вот этого remote мира, который мы сжимаем в этом году. Кроме этого, еще буквально несколько вещей, все. Есть очень полезные вещи, которые нужно или можно использовать, которые я очень рекомендую. Для меня идеальный набор это Crisp, Mirror, TripMode, TextExpander, Doodle, BigTimer, Screening, Calendly, Brain.fm. Что это такое? Crisp позволяет вам убирать шум с микрофона, если у вас, допустим, шум за окном, или у вас, допустим, люди в соседней комнате, да, вы можете убрать этот шум. Как бы, это просто приложение, которое вы скачиваете, оно, в принципе, изолирует этот шум. Удобнее в митингах. Есть еще и TripMode, который позволяет вам убирать notifications автоматически. Можете сделать время, как, например, опять-таки, которое будет, я его сочетаю с моим focus time, да, где я говорю вот между девятью и часом дня, у меня нет доступа к notifications, у меня нет доступа к Instagram и так далее, и так далее, но опять-таки, каждый будет делать по-своему, да. TextExpander позволяет вам создавать такого рода shortcut, где вы скажете, если у вас есть какие-то вещи, которые постоянно встречаются, да, или постоянные text snippets, или code snippets, да, все что угодно. Можете использовать TextExpander для этого, их очень много, таких tools, но просто это то, что я использую. Для митингов мы используем big timer, это просто большой таймер со звуком, и он очень мило выглядит и приятно, и он как бы делится и шарится в экране, в зуме, поэтому всем понятно, что у нас осталось, допустим, 18 минут, или 16 минут, или 14 минут, да. Screenly, тоже очень классная вещь, которая в браузере, в Chrome, по крайней мере, не уверен, работает ли на Firefox или нет, и работает даже оффлайн, которая позволяет каждому человеку взять и сказать, а, вот в этом мокапе, даже если у вас не используется Figma или не используется Sketch, вот это мне понравилось, это мне не понравилось, это мне понравилось, это мне не понравилось, добавить аннотации, добавить комментарии, на любой странице, вот где угодно. Очень круто, да. Некоторым нужно Brain FM, я слушаю музыку, но есть такого рода Brain FM, который говорит вам, вот будет плейлист на два часа, музыка для того, чтобы концентрироваться. Для митингов мы используем Calendly, где, грубо говоря, у каждого есть своя ссылка, да, со своими временами, когда у них митинги доступные, да, и вы можете кликнуть на эту ссылку и выбрать слот, который вам подходит, он автоматически генерирует такого рода календар, календар, event, вы его принимаете и у вас, в принципе, будет митинг. Генерирует даже ссылочку на Zoom или на Google Meet, все что угодно, что вы используете. А для митингов больших в команде мы используем Doodle, как и многие из вас, наверное, тоже, где люди заходят на ссылку, а там есть, допустим, разные слоты или время, которое подходит для того, чтобы люди встретились вместе, они выбирают то, что им подходит и тогда опять-таки генерируется event, генерируется Zoom, call, URL и так далее. Буквально еще две вещи и тогда я закончу здесь, тогда вы можете перейти к вашим вопросам. Мы тоже решили использовать такую вещь, которую многие компании начали делать, она называется Peer Bonuses. Peer Bonuses это мотиватор. Это мотиватор для команды пытаться делать так, чтобы все в команде чувствовали себя лучше и работали лучше. Это очень маленькая вещь, на самом деле, ничего особенного в этом нет. Это, грубо говоря, такого рода вещь, где вы даете каждому сотруднику какой-то бюджет, допустим, 30 долларов, не так много, на самом деле, в месяц. Но это не для того, чтобы купить себе кофе или что-то в этом роде. А это деньги, которые этот человек может дать любому человеку или разделить эту сумму между разными людьми в команде, если этому человеку кажется, что этот человек сделал что-то очень хорошее или что-то очень полезное или что-то очень интересное или очень сильно ему помог. Вот такое рода вещи. То есть, если вы человек, который хотите помочь другим, да, очень сильно, и вы прямо делаете тут немножко подправляете, и тут закрываете какой-нибудь pull request для кого-нибудь, и тут, и тут, и тут, да, вы можете получить такой хороший бонус в конце месяца. И это может быть выглядеть даже так. Если вы потратили время, чтобы объяснить человеку, который будет в какой-то момент писать код или дополнять, например, ваш код, что вот так работает этот regular expression, например, это же удобно, это же полезно, даже для людей, которые совершенно не понимают, о чем идет речь. За это я бы дал 300 долларов, например, в месяц. Всю мою зарплату, весь мой peer бонус. Это то, что используется очень часто именно в плане remote work, просто чтобы как-то стимулировать мотивацию команды. И есть, конечно, некоторые правила, вы не можете давать себе, вы не можете давать одному и тому же человеку. Если вы это кому-то дали уже сейчас, то вы не можете дать эти деньги и тому же человеку в течение 6 месяцев, чтобы просто, примерно, пострелять. Зависит еще от того, как вы можете сами это устроить. Ну и разные perks. Это не обязательно, опять-таки, то, что у нас было обычно, там, кухня, вот эти все дела, кофе и так далее. Самое важное, это чтобы люди чувствовали себя комфортно. Значит, хорошая камера, значит, хороший экран, хорошее место для сидения, хороший интернет, микрофон, вот такого рода вещи. Для того, чтобы коммуникация была хорошей, надо инвестировать в эту коммуникацию. И для этого многие компании говорят, окей, мы купим вам лаптоп-стенд, мы купим вам камеру, не обязательно дорогую, она может стоить, там, 100-130 долларов. Микрофон, наушники, может быть, какой-нибудь доступ к фронт-энд-мастерс, или видеокурсам, или онлайн-ворчопам, мы тоже это сделаем хорошие вроде. Иногда это такого рода вещи, как virtual cooking class, йога, или даже expense card. 100 долларов, например, на кофе, на что-то такое. Ну и последнее, что я хочу сказать, это то, что если посмотреть на вот этот мир, в котором мы живем, очень ярко видно, что компании уходят из центральных областей, где они, как большой офис в центре Москвы, например, в разбивке, такие satellite offices, как они называются, маленькие хабы, которые есть в residential areas, таким образом людям не нужно, в принципе, если они живут где-то там за Москвой, например, и не нужно постоянно коммитить час или два туда и обратно, это дешевле. Кроме того, если вы допускаете remote, у вас будет доступ к людям по всему миру, это тоже очень круто, конечно же, да, и очень часто можно видеть именно такое направление, где мы двигаемся в гибрид, что бы то ни значило, грубо говоря, это значит немножко remote или много remote, но remote это часть вашего мира, в котором мы живем, в котором вы работаете. И я думаю, что в течение времени мы придем скорее больше remote, чем меньше remote, просто хочется верить, искренне верить, что это будет не remote карантин, а просто хороший remote, к которому мы, в принципе, могли бы привыкнуть, потому что это дешевле для компании, и это удобно для нас, потому что мы можем проводить больше времени с нашими любимыми, и можем организовать свой собственный working space, где будет тоже удобно. Но это опять-таки зависит от каждого. Но satellite offices значит, что маленькие офисы, которые расположены по всему городу, грубо говоря, где вы можете сюда прийти, если вы хотите обсудить что-то с кем-то, где у вас есть кофе, где у вас есть хороший интернет, и так далее, и так далее. Вот это, видимо, то, к чему мы идем. Закрывая эту тему, что это все значит? Мир, в котором мы живем, довольно необычный и довольно интересный, довольно сложный, но прежде всего, опять-таки, главная проблема это не, знаете, не сам мир, а вот такие классические проблемы, которые встречаются везде. Креативный процесс никогда не прямолинейный, он всегда требует каких-то буферов, чтобы у нас было время, чтобы принять правильные решения. Нам нужны overlaps между разными командами. Нам надо думать, прежде всего, о том, чтобы была очень четкая коммуникация, очень четкое направление, а не тулзы. Нам нужно думать о том, что важно для компании в целом, а не просто, что нужно для нас. Есть такого кану-модель, чтобы расцветить приоритеты. Это, в принципе, я могу рассказать немножко потом в комментариях или в беседе нашей. Это не так важно здесь. 18 минут митинги, фокус-блоки мне лично очень помогают. Опять просите каждого при митинге включить свою камеру. Используйте обычный separate doc. Это может быть Google Doc или карточка для каждого митинга или для каждого клиента, с которым вы используете. Буферы, опять-таки, два PR плюс две недели мне помогают всегда. И, опять-таки, вот такого рода вещи, как exposure hours, где вы видите, по крайней мере, что нравится, что полезно, что хорошо для ваших пользователей, а что нет, тоже очень-очень важно. С этим я надеюсь, что что-то в этом было полезным. Я надеюсь, что ты как бы немножко так описал мир, в котором мы живем. Если есть какие-нибудь вопросы, ребята, я всегда здесь, я никуда не убегаю и буду очень-очень рад вас услышать. А вообще, если честно, очень хотелось бы быть с вами, просто увидеть вас и услышать вас. Мяу, и спасибо большое за внимание. Это было очень круто. Я под многими вещами подписываюсь. И самое классное, что есть то, над чем подискутировать. Но я с основной мыслью согласен, что ремонт, он останется с нами теперь навсегда. Мы, ну, там, скажем, давно на эту тему думали, но вот в ходе вот этой пандемии мы организовали отдельный специальный вид контракта. То есть теперь можно устроиться на удаленную работу сразу. То есть вообще без офиса. И это открывает возможности в любом городе, там, страны нанять, соответственно, разработчиков, например. Вот. Это новые возможности. И по-другому, наверное, должны быть организованы под это все процессы. Есть вопросы в чате. Вот. Я предлагаю с ними сейчас уже переходить в дискуссионную зону, потому что в эфире у нас времени там практически не осталось. и там мы уже обсудим, как правильно организовывать митинги, как правильно давать оценки, как вот эти вот все вещи делать, потому что вопросов очень много и здесь твой опыт прямо правда интересен. Ой, я, ребят, с удовольствием. Если что, я всегда только за. На самом деле, да, я согласен с тем, что ремонт как бы никуда не уйдет. Просто главная цель сейчас будет для нас, как бы для каждого из нас, наверное, поделить, поддерживает ли компания ремонт хорошо и поддерживаем ли мы вот наш environment, в котором нам комфортно работать. Это самое важное. Поэтому вот буду очень рад взять и провести хоть весь день в дискуссионной зоне. Ну, весь день это, конечно, сильно. Я думаю, что судя по активности в чате, действительно к ней будет большой интерес. Я к ней сразу присоединиться не смогу, поэтому хочу вас от всего сердца поблагодарить. Витя в основном и Андрея тоже за такое участие. И я тоже 4 года на удаленке и многие из того, что ты сказал, особенно вот slide summary, это просто очень-очень полезно. Стоит вывести его отдельно. А за этим предлагаю отправиться в дискуссионную зону. Спасибо. Заходите все. Спасибо, ребята. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok